Здравствуйте! Как прокуратура реагирует на проблемы горожан? Каких обращений больше и могут ли публикации в интернете стать сигналом для прокурорской проверки? Об этом говорим в нашей студии заместитель прокурора города Самара Александр Ливыкин. Александр, здравствуйте! Добрый день! Часто формируется представление о прокуроре с экрана телевизора, идет заседание суда, есть прокурор, который озвучивает обвинения и, с другой стороны, адвокат, который защищает подсудимого. Но это же не все функции и направления деятельности прокуратуры. Расскажите об основных. Безусловно, надзорная деятельность прокуратуры в целом, как и органов прокуратуры, нацелена на защиту прав и свобод граждан, на защиту интересов государства и общества. В этих целях наша деятельность направлена в первую очередь на координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Прокуратура города организует деятельность и работу районных прокуратур по надзору в сфере противодействия коррупции, в сфере экономики, в том числе в злободневной сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере защиты прав, социальных прав граждан, трудовых и так далее. То есть это основные направления нашей деятельности. Ну а участие в суде, в рассмотрении судами уголовных дел вы уже назвали. Развучила. Скажите, какие чаще всего выявляются нарушения в ходе прокурорских проверок? И как часто эти проверки проводятся? В плановом таком режиме или по обращениям граждан так же? Ну, достаточно сейчас выделить какое-то основные направления нарушений достаточно сложно, потому что сфера нашего надзора очень разнообразна. Вот. Но остановлюсь по тому, как мы выявляем, как мы работаем, как мы выявляем нарушения. В первую очередь, конечно, у каждой прокуратуры, у прокуратуры города есть план работы. Он разрабатывается на полугодии с учетом плановых мероприятий, предусмотренных генеральной прокуратурой и прокуратурой области. В первую очередь, мы работаем в соответствии с этим планом, в котором есть определенные мероприятия. В этот план мероприятий включаются на основе анализа в целом ситуации на поднадзорной территории. То есть он непроизвольно туда какие-то мероприятия включает. В случае, если мы видим, что какая-то ситуация есть сложная в том или ином направлении, либо мы выявляем там больше нарушений, либо в том числе поступает большое количество обращений граждан, мы, соответственно, планируем проверку в данном направлении. Безусловно, большой пласт, очень большой, который нам помогает выявлять нарушения, это обращение граждан. По каждому обращению, который непосредственно проверка, если относится к компетенции прокуратуры, мы ее организовываем. Мы максимально в каждом случае рассматриваем необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования, чтобы основная цель рассмотрения обращений в случае, если мы видим нарушение, это восстановить именно нарушенные права и восстановить законность. Какие ошибки делают граждане, когда предоставляют такую информацию о коррупции якобы органам прокуратуры? Что может быть не так сделано? Допустим, кто-то напишет, что видит человека, который ездит на машине, явно не соответствующий его зарплате. Какие-то основные ошибки допускаются? И что нужно предоставлять, какие сведения, если ты действительно обращаешь такую информацию в органы? Не назвал бы их, может быть, ошибками, конечно, это в принципе не обязанность граждан. Не будем их называть ошибками. То есть такое тоже может быть принято? Да, конечно, мы в любом случае, любая информация будет принята, но вы вот правильно заметили, просто может быть не ошибки, а в случае, если предоставляются очень ограниченные сведения, ну, допустим, вот бывают, поступают обращения, я сейчас отдельно остановлюсь и на анонимных обращениях, когда поступает информация или предложение, вот по какому-либо органу написано там буквально дословно, посмотрите, на каких автомобилях ездит, проверьте и так далее. И все. Там, допустим, штат органа более тысячи человек, конечно, проблематично организовывать проверку и проверять всех, хотя в любом случае в рамках плановых мероприятий мы стараемся проверить в полном объеме орган, если запланировали в нем проверку. А возвращаясь к таким обращениям, конечно, желательно указать максимально имеющуюся информацию гражданина, которую он видит, которую он заметил, и обратить наше внимание. Любое обращение, которое связано с проявлением коррупции, в любом случае, если будет направлен в органы прокуратуры, это не будет ошибкой, потому что мы его рассмотрим с учетом действующих требований закона, с учетом компетенции органов. В случае, если там есть необходимость, мы примем решение для того, чтобы направить его в органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, либо в органы полиции, либо в кадровую службу, тоже про них забывать не стоит, потому что на кадровые службы органов организации тоже возложено много функций, в том числе по проверке с предоставляемых справок о доходах и расходах служащих. Поэтому тоже относятся к компетенции. Вот исходя из многих вот этих параметров, что будет сообщено, нам примем решение, как дальше рассматривать обращение и какие органы привлечь к этому. Первым и основным направлением деятельности прокуратуры вы назвали антикоррупционное. Расскажите функции прокуратуры в работе в этой сфере, потому что это общее дело, понятно, что каждое ведомство и муниципалитет тоже этим занимается. А прокуратура, какая у нее здесь роль и задача? Вы абсолютно верно заметили, что действительно противодействие коррупции у нас занимается, противодействием занимаются все органы, на все органы возложено в части их компетенции осуществлять эту деятельность. Задачи органов прокуратуры тоже достаточно, исходя с учетом полномочий, органов прокуратуры достаточно разнообразные. В первую очередь, изначально органы прокуратуры осуществляют проверки в рамках декларационной кампании, это справки о доходах и расходах служащих. Как я сказал, что проверки проводят кадровые подразделения соответствующих органов, а мы уже проводим проверку, насколько качественно они посмотрели и изучили все эти справки. А есть статистика таких нарушений, реально за последний какой там срок, допустим, полгода? Да, конечно, да вот даже за истекший период уже 2019-го года нами выявлено более 400 нарушений в этой сфере. Ну, скажем так, если брать статистику за 2018-2019 год, более 100 муниципальными служащими у нас совершены ошибки, ну, это в любом случае это нарушение при составлении неточных сведений о своем обществе. Абсолютно верно. Причем можно выявить разные случаи, какие-то, скажем так, списать все-таки на невнимательность, когда не указан какой-то счет, на котором отсутствуют денежные средства, да, либо там 30 рублей. Ну, по таким случаям, конечно, редко привлекает дисциплинарная ответственность служащего, вот. Но и некоторые факты достаточно сложно списать на невнимательность, потому что выявлялись случаи неуказания расчетных счетов, вернее, лицевых счетов, на которых находились там денежные средства в размере до полумиллиона, не указывались различные объекты недвижимости, жилые помещения. Достаточно часто встречается ситуация, когда не указывают сведения о получении дохода от задачи жилого помещения в аренду. Да, такие тоже факты выявлялись. Ну, не знаю, из случаев, из последних тоже вот интересный факт был, что мы выявили в ходе проверки, что в одной из организаций начислалась заработная плата действующему депутату городской думы, причем он эту зарплату не получал, не знал. И не знал об этом? Да, вот, выяснился. Поэтому сейчас в дальнейшем проводится проверка, кто-то получал за него, значит, определенный ущерб, все на организации. Да, что касается родственных, так скажем, связей, если человек работает чиновником, один гражданин, его родственник, ну, допустим, в какой-то коммерческой структуре, фирме, и заказы распределяются между этими двумя структурами. Есть такие случаи у нас? И как с этим приходится? Насколько это наказуемо вообще? И как это все подтверждается? Ведь могут разные ситуации быть, что это реально лучший? Ну, безусловно, но на секунду обратим внимание к положениям закона, в котором указана и ситуация, при которой должностные полномочия служащего могут оказывать влияние, либо способствовать получению каким-либо выгодам его родственникам, иным близким людям, которые находятся в какой-то корпоративных связях, в каком-то свойстве с ним, уже закон относит как к возможности возникновения конфликта интересов. И действительно, что не запрещается, грубо говоря, участвовать в каком-либо, в каких-то конкурсных процедурах, да, организациях, в случае, если там есть родственники, возможно, да, одного из служащих этой организации. Для этого и предусмотрена процедура урегулирования конфликта интересов. То есть закон предусматривает механизм, который позволяет вот все эти негативные последствия конфликта интересов, то есть конфликт личной заинтересованности конкретного, да, служащего и интересов службы, организации государственной, которая заинтересована в приобретении там какого-либо товара по наиболее выгодной цене, вот этот конфликт исключить. Соответственно, для этого различные могут быть использованы инструменты, как, допустим, отстранение там от участия какого-либо опосредованного в этих закупках конкретного служащего. Для этого как раз вот эта процедура и существует. Но, как я еще раз повторю, закон в каждом, в любом случае, возможность получения каких-либо выгод служащим, в том числе через его родственников, каких-то близких людей, в любом случае, относит к конфликту интересов, которые необходимо урегулировать. А если он, конечно, не урегулирован, и в итоге еще впоследствии, у нас там, допустим, раз уж мы взяли пример с заключением контракта, наиболее такой, да, понятный и для телезрителей тоже, если будет заключен контракт, и вот конфликт интересов будет не урегулирован, допустим, в состав закупочной комиссии входил как раз этот служащий, был налицо конфликт интересов, то, в принципе, закон уже предусмотрен в судебном порядке расторжение, признание такого контракта недействительным, это одна из форм ответственности. А уволить могут такого сотрудника, у которого такие связи? Да, вполне скажу так, что закон у нас предусмотрен о увольнении сотрудника по такому основанию, как утрата доверия, ну, вообще за нарушение антикоррупционного законодательства, но это на усмотрение работодателя. Прокуратура города всегда в актах реагирования, когда мы выявляем грубые нарушения антикоррупционного законодательства, ставим вопрос об увольнении. Ну, скажем так, практика такая пока складывается, в редких случаях применяется увольнение, хотя привлекают к строгой дисциплиарной ответственности. Но самое главное, что по результатам всех наших проверок и таких актов реагирования, в первую очередь, мы контролируем, и это действительно исполняется, устранение нарушений, то есть принимаются все меры для того, чтобы конфликтную ситуацию исключить, либо меняются должностные обязанности, либо выводятся из подподчинения одного служащего к другому и так далее. То есть принимаются меры, чтобы этот конфликт устранить. И конфликт, и вот эту схему тоже. И вот эту схему, да, абсолютно, потому что можно, особенно если в рамках, допустим, ну, если речь про муниципальных служащих, там достаточно много тоже органов муниципальных, то есть практикуется перевод в другой орган, и все. Ну, самые громкие, я бы сказала, зрелищные дела, связанные с коррупцией, это взятки, когда показывают в СМИ, когда помечены купюры там и так далее, и когда вот какие-то чемоданы, сумки и так далее. Такой вот вопрос, какие сегодня размеры взяток существуют в суммах, до чего мы дошли. И роль прокуратуры здесь, даже не роль, а вот местные действия прокуратуры, потому что показывают, в общем-то, другие органы задержания как-то действуют, а прокуратура здесь как-то выступает. Ну, в любом случае, вот те случаи, когда, описываете те ситуации, когда передаются меченые денежные купюры, денежные банкноты и так далее, то есть взятка, дача, взятки, посредничество во взятке, все эти уголовные преступления преимущественно выявляются, конечно, органами, осуществляющими оперативно-рыскную деятельность, потому что здесь применяются и специальные оборудования, поэтому, естественно, основная часть выявляется именно ими. Но органы прокуратуры в данном случае ошляют надзор за законностью, в том числе и ошление оперативно-рыскной деятельностью. Но еще хотелось бы отметить, что у нас к коррупционным преступлениям относятся не только те составы, которые мы с вами перечислили, это получение взятки, дача, взятки, мелкое взятничество есть также, но и, допустим, незаконное использование бюджетных средств, ошление мошенничества с использованием служебных полномочий, они тоже относятся к коррупционным преступлениям. И вот именно в данном направлении прокуроры достаточно активно работают. То есть именно по тем направлениям, где возможно выявить нарушения и состав уголовного преступления без проведения оперативно-рыскных мероприятий, потому что органы прокуратуры такими полномочиями не обладают. Вот результаты, в принципе, говорят сами за себя. По городу Самаре в целом за 9 месяцев уже по материалам прокурорских проверок возбуждено более 20 уголовных дел. Да, и здесь не проводились оперативно-рыскные мероприятия. Ну, в том понимании, в котором вы говорите, то, что было какое-то оперативное мероприятие, в рамках которого была фиксация именно передачи денежных средств. Ну, вот один из случаев. В Самаре бывшая сотрудница Роспотребнадзора приговорена, в общем, взятка 2 миллиона рублей. Насколько эта сумма, она типичная? Или, в общем-то, взятки будут абсолютно... Сумма, конечно, нетипичная, потому что, если говорить в целом о преступлениях, которые вы озвучили взятки и дачи взятки, не в целом, не все коррупционные преступления, то их в целом по Самаре чуть более 80. И, конечно, в двух-трех случаях встречаются суммы, превышающие миллион, полтора миллиона рублей. Поэтому это, конечно, такая из ряда вон выходящая тоже определенная сумма. Понятно. Что делать гражданину, если у него в системе образования или здравоохранения вымогают взятку за операцию, за обучение, ну и так далее, целый спектр? Как себя правильно нужно вести в данном случае? Что делать? Я, наверное, ничего нового и вам, и телезрителям не скажу. Самое главное все-таки это проинформировать. Можно и органы прокуратуры, и органы полиции сообщить об этом. И, в первую очередь, конечно, не поддаваться на эти предложения, либо там даже в какой-то, может, ультимативной форме, если это сообщается, а как можно максимально, возможно, быстро сообщить, как я уже сказал, в органы для того, чтобы можно было этот факт дальше каким-то образом рассматривать, чтобы выявить преступление. Если действительно там есть признаки уголовного преступления, ну, конечно, каждый должен там понести по заслугам. Там, если вымогается, создаются условия для гражданина, чтобы он эти денежные средства дал. Ведь основная борьба в коррупции, именно вот, она заключается в том, чтобы действовали совместно тут не только государственные органы и муниципальные, но и граждане, если каждый будет пытаться, понятно, что есть определенные сложности, я ничего нового не говорю, да, но, тем не менее, если каждый будет пытаться законным способом отстаивать свои права, а не попытаться решить, ну, по пути наименьшего сопротивления, подумать, что здесь, как бы, какое-то денежное средство, какое-то вознаграждение я дам, небольшое, там, 10-15 тысяч, и сейчас мой вопрос быстро решится. Ну, конечно, если каждый будет так думать и таким образом разрешать вопрос, то противодействовать и бороться с коррупцией будет достаточно сложно. Поэтому, я говорю, главное здесь еще все-таки, вот, нетерпимость у граждан, чтобы в каждом случае возникало, когда вот такие предложения поступают. Тем более, что у нас сейчас есть у каждого технические средства, которые способны зафиксировать все это. Смартфоны делают что угодно сейчас. Да, и я хотела бы поинтересоваться, увеличились такие случаи, когда при помощи вот таких подтверждений вам передают вот такие сведения. Пользуются ли ими у нас граждане? Или нет? Или вот эта функция проблем, чтобы у нас не было, мы вот не перешагнем вот это? К сожалению, нет, не увеличилось количество. Много поступают анонимные обращения, как вот я говорил, есть проблема в том, что анонимные обращения, ну, достаточно мало сведений содержат. Безусловно, они все рассматриваются, они используются в соответствии с нашими ведомственными приказами этой информации, как я говорил уже ранее. Но пока, конечно, этой информации все-таки, ну, я думаю, по крайней мере, ее могло бы быть больше, и если бы она была более подробная, возможно, это позволило дополнительно еще какие-либо нарушения выявить. То есть вот ваше общее такое видение решимое, решение проблемы коррупции. Все говорят, что практически невозможно ее решить, и с этим даже уже, мне кажется, смирились. Ну, все-таки есть вот какой-то... Это более мое субъективное, наверное, мое уже, если говорить о моем субъективном мнении, я все-таки его выразил, я считаю, что это именно изменение отношения к этому каждого человека. Просто чтобы решение любого какого-то вопроса не возникало изначально, как раньше, там, больше. Но все равно в любом случае, да, ситуация меняется. Создалось какое-то такое мнение, что можно какие-то вопросы решить, да, менее проблематично, быстрее, если кому-то что-то там передать. Ну, вот именно от такого мышления просто нужно уходить. Для этого и в средствах массовой информации все подробно, да, коррупционные какие-то преступления, которые совершаются, описываются, и много профилактического материала, который также размещается. Причем многие, вот то, что мы с вами обсуждали, вот эти нормы по регулированию конфликта интересов, по проверке справки о доходах. Это все, в принципе, определенные профилактические меры для того, чтобы не получить конечный результат в виде как раз вот фиксации вот этих вот помеченных банкнот денежных, да, в руках кого-то из служащих. Поэтому я думаю, как-то так. Да. Еще одна проблемная сфера, это сфера ЖКХ. Вы тоже ее озвучили, как одно из направлений работы прокуратуры. Скажите, ведь в первую очередь гражданин, собственник жилья обращается в структуру, которая ближе к ней, управляющей компанией, чтобы исправить какую-то ситуацию. Потом, если не действует в инспекцию, в жилищную инспекцию. Как прокуратура может вмешаться вот в разбор этих ситуаций в сфере ЖКХ, и какие у вас есть меры, такие принудительные уже, к тому, чтобы эту ситуацию исправить? Ну, многие вопросы, связанные вообще с состоянием законности в сфере жилищного коммунального хозяйства, они, по крайней мере, мы, прокуратура города, пытаются решить не только посредством внесения актов каких-то реагирований, только по конкретным обращениям, да. Все-таки мы стараемся смотреть более шире, совместную работу и с администрацией проводим, и в том числе с государственной жилищной инспекцией, хотя это орган на уровне субъекта у нас, да. Но многие проблемные вопросы, которые в первую очередь формируются на основании данных об обращениях граждан, о количестве нарушений, они обсуждаются на различных совместных межведомственных совещаниях, которые действительно играют ничуть не меньшую роль, чем какой-то акт реагирования, потому что вырабатывается в целом политика в этом направлении, вот. И основная задача, я думаю, здесь органы прокуратуры, в принципе, скоординировать деятельность, то есть, естественно, не подменять существующие органы, потому что в любую, конечно, жалобу может орган прокуратуры взять, рассмотреть, принять самостоятельно меры реагирования, это будет не совсем правильно, если это относится к компетенции государственной жилищной инспекции либо муниципального жилищного контроля. Необходимо, чтобы эти органы в первую очередь надлежащим образом работали, вот. Поэтому здесь я вижу основное, это координация работы различными возможными способами. Ну, естественно, когда бывают ситуации, когда там не разрешаются какие-то вопросы, или люди действительно неоднократно жалуются, видим, конечно, приходится обязательно вмешиваться. Бывают чаще всего непростые ситуации, когда приходится вмешиваться и обращаться в интересы гражданина в суд с исковым заявлением. Да, вот как раз, что касается защиты прав граждан, то какие последние примеры вы можете привести? Ведь функция прокуратуры тоже есть такая, что действительно отстаивать интересы и защищать. Из последних я бы не сказал, что он какой-то, какие-то экстраординарные. Сейчас с учетом активного переселения в рамках новой предусмотренной у нас государственной программы по переселению граждан, с одним из последних исковых заявлений обращались в суд в целях предоставления иного жилого помещения благоустроенного. Те, кто проживает в аварийном жилом фонде. Одно из последних было исковое заявление, которое у нас было удовлетворено, и, скажем так, решение устояло в суде Самарской. В Самарском областном суде обратились в интересах ребенка-инвалида, поскольку было положено благоустроенное жилое помещение с дополнительной площадью. Ну, в каких-то, видимо, бюрократических проблемах там не было, ему оно в свое время предоставлено, поэтому наш иск был удовлетворен, и в настоящее время уже судебное решение исполняется. — Одно из значений слова «прокурор» — это, как ни странно, заботиться. Ну, вот сейчас вы этим случаем подтвердили, что действительно забота происходит. Вы, как житель города и заместитель прокурора, о чем бы вы позаботились с точки зрения такой прокурорской и горожанина тоже в нашем городе? На что бы обратили внимание? Какие сферы, вам кажется, действительно требуют особого подхода, внимания с точки зрения заботы? — Ну, с точки зрения заботы, не знаю. Мы с вами, скорее всего, обсуждали все-таки сферу ЖКХ, и вот все-таки мне пока приходит на ум, наверное, больше благоустройство города, жилищно-коммунальная устроенность граждан для того, чтобы все проживали в достойных жилых помещениях, не было аварийного жилья. Вот это то, что наиболее, если говорить в целом про город, бросается в глаза. Я думаю, здесь у нас еще много работы, которые мы проводим и будем проводить для того, чтобы максимально к этим целям приблизиться. Потому что, конечно, много и других сфер, где наша забота необходима первоочередно, это и образование, и здравоохранение. Тоже одни из приоритетных направлений, с которыми мы каждый день можем, грубо говоря, встречаться. Там тоже есть проблемы. — Да, но логично с точки зрения того, что обращений очень много именно по причине проблем в ЖКХ. Это самое, по-моему, большое количество жалоб обращений именно из этой сферы, с жалобами на эту сферу. — Да, ну и плюс, в любом случае, я думаю, что еще количество обращений растет. И правовая сознательность, и грамотность людей, что это радует, что она растет. Люди знают, что должна делать управляющая. Изменяется уже знание, и, соответственно, ожидается другой уровень услуг, которые предоставляет управляющая организация. От них ждут совершенно другого. То есть никак раньше на что-то не обращалось внимания. Многие знают и нормативно-правовую базу, и договоры изучают. — Да, та же задача, что вы говорили в отношении коррупции, что нужно поменять сознание. Вот в сфере ЖКХ это меняется. — Это не меняется, да. — Сознание собственника, жалея меняется. Скажите, что дает юридическое образование? Какие качества развивает? — Ну, я думаю, что, скорее всего, определенную, может быть, эрудицию, если так сказать. То есть познание в различных сферах, возможность разобраться, наверное, в различных сферах жизни, если есть доступ к книгам, к какой-то информации. Вот способ познания мира, я думаю, развивает данное образование. Потому что, конечно, мы каждый день, допустим, могу говорить за себя, да, в том числе и законодательство, каждый день повышаем свой профессиональный уровень, потому что это необходимо, это нужно что-то постоянно изучать, читать. Тем более, юрист, будучи юристом, не во всех сферах, в которых ты проводишь проверку, ты можешь разбираться, в том числе, да, необходимы какие-то технические познания. Поэтому много возникает случаев расширять свой кругозор. — Продолжите мою фразу по аналогии с моей. Быть журналистом интересно, быть прокурором — ответственно. — Спасибо, Александр, за беседу, за эту важную полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания.